Приветствую вас! Ну, во-первых, давайте сразу скажем так, что эксперт Александр, который ответил вам первым, прав. Действительно, если вы настроены на то, чтобы серьезно свою проблему разобрать, и если вы настроены на то, чтобы проработать все ваши отношения и вас, вашу поведенство в этих отношениях, проработать причины ссор, чтобы их больше не было, чтобы отношения вышли на качестве, на иной уровень, то действительно нужно сперва понять, почему вы поссорились, чем вы его так обидели, задели и так далее. Это важно. Далее. Если вы не настроены на подобную работу, то есть, если вы не хотите полноценно, в полноценной консультации разобраться с тем, что с вами происходит, что происходит с вашими отношениями с молодым человеком, и почему такая ситуация происходит, да, если вы не хотите, или у вас нет средств для этого, то в таком случае я рекомендую вам сделать следующее. Любая крупная ссора, серьезная ссора меняет отношения людей. Любая, любой крупный конфликт изменяет отношения людей в том числе и самих к себе. потому что конфликт это потрясение, это проверка своих ценностей, проверка своих взглядов, проверка своих установок на истинность или на ложность, на полезность или вред и прочее. И поэтому то, что вам нужно принять в первую очередь, это то, что ваши отношения такими, какие они были до конфликта, такими, какие они были до ссоры, они такими уже не будут. Это то, что вам нужно принять. Далее, вы хотите помириться своим молодым человеком, хотите с ним помириться, но он вас оттаскивает. Для чего вы хотите с ним помириться? Какую цель преследуете лично вы в этом аспекте, в этой ситуации? Что именно вы хотите получить в примирении? Что именно вы ищите в этом для себя, собственно говоря? Об этом постарайтесь также подумать, ибо это очень очень важно. Далее, если вы хотите помириться с молодым человеком для себя, а не для него, потому что вам без него плохо, например, потому что вы не можете без него или как-то еще, если это все так, то первое, вам нужно подумать о ваших потребностях, ради чего и почему вы хотите помириться для себя, понятно, что вы в этот момент не думаете о человеке, вы в этот момент думаете только о себе, и это плохо, и именно поэтому человек вас отталкивает именно по этой причине, потому что чувствует что вы значит делаете это для себя, не для него, для себя, это важно, это важно, понять цель для чего вы пытаетесь значит помириться с ним, вот, это следующий момент, далее, примирение не произойдет сразу, то есть оно вот оно будет постепенно примирение, оно будет постепенно проявляться, оно будет постепенно выражаться, оно будет постепенно проявлять себя, но вот так сразу человек вас не простит, ему нужно время адаптироваться к той новой реальности, которую вы ему создали, а вы ему создали именно новую реальность, конфликты, и ему нужно время, чтобы адаптироваться, но и выжидая тоже, выжидая, можно потерять человека, совсем он может облыкнуть от вас. Значит, что делать? Выжидать совсем? Выжидать полностью? Выжидать постоянно? Выжидать целенаправленно? Нет, это не самый лучший вариант. Нужно наметить для себя такую форму взаимодействия с ним, чтобы ему было комфортно. Чтобы ему было комфортно, чтобы он согласился с вами общаться. Подумайте, как бы вы сейчас могли с ним общаться. Спросите его, как бы он хотел сейчас с вами общаться. Может быть, раз в день там что-то написать коротенькое, может быть, что-то еще. Займите такую форму взаимодействия с человеком, чтобы она была ему приятна, чтобы она была ему комфортна. И именно ее используйте для налаживания новых отношений, обновленных отношений. Просто общайтесь, просто будьте рядом, ориентируйтесь на него, не на себя. Это очень важно. И вот когда ваше общение более или менее будет налажено, вот в этот момент вы можете ему сказать искренне, лично, когда вы уже более-менее будете общаться, чтобы он, чтобы вы раскаиваетесь. Вам бонус, вам безумно жаль за то, что так получилось. И вот тогда, если человек действительно готов вас простить, если он может вас простить, если он любит вас, он вас простит. Если нет, не стоит унижаться. Это право человека не прощать вас. Вам нужно просто тогда понять, что больше вы не сделаете его счастливым. И без вас человек будет счастливее, чем с вами. И если вас это не успокоит, и вы все равно будете к нему тянуться, значит, это уже ваша потребность. Ваша личная потребность. И с этой вашей личной потребностью уже нужно работать. Более, как бы конкретно, более узко направленно. Надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Поехали! 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 Субтитры сделал DimaTorzok